Здравствуйте, друзья! Это снова я с новостями, просроченными новостями из парка Львов-Тайган. Танюха выложила ролик, глава Крыма Аксенов лично проверил Львов, парка Львов-Тайган. Что-то, Танюха, запоздала ты с видеосюжетом, с видеороликом, потому что события, которые ты показала сегодня, они были год назад. Там и Ясик, который сейчас отбывает наказание в колонии-поселении в кадрах, и на твою аудиторию это сработало. Ой, и Ясик не сидит, как они все рассказывали, а он на свободе, врут все. Ну, в принципе, для твоей аудитории это неудивительно. Она никогда не отличалась умом и сообразительностью. Вопрос в том, что видео-то появилось не случайно. То есть мы как бы понимаем, что если что-то ты делаешь, то ты делаешь с какой-то целью. А появилось оно, потому что совсем недавно было написано несколько десятков заявлений на имя главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксенова. То, что ты выложила видео, лично для меня понятно, с какой целью ты хочешь всем нам показать, тем, кто писал заявление, что якобы все хорошо с Аксеновым. И вы все вопросы закрыли, вы все уладили. Но, Танюха, это же не исключает тот факт, что у вас прекратились преступления и нарушения в парке Львов-Тайган. Если Аксенов поддерживает Тайган, я сомневаюсь, что он поддерживает те преступления и те нарушения, которые Зубков совершает. Которые интересны для ветеринарии Республики Крым и так далее. То есть, в чем он поддерживает? Тут уже второй вопрос. Поддерживает что? Проекты, прекрасные проекты, согласен, имеющие право на жизнь, но не для Зубкова. А для того человека, который должен жить и готов жить по закону, соблюдая все правила, все законы Российской Федерации, постановления, правительства, 1937 самое главное и так далее. И тут уже вопрос, а что он поддерживает? Вот, и естественно, мы когда получаем ответы, которые расходятся с законными ответами, когда не все проверки положенные проводились. Вот, к примеру, по ветеринарии, да, там, Зубков утилизировал там столько-то трупов животных в апреле месяце, 15, да. Вот, то есть, нам, например, непонятно, почему вскрытие не производилось. Нам непонятно, откуда животные эти взялись, то есть, каким образом это все проводило проверки в ветеринарии. То есть, они задались вообще вопросом, а откуда эти животные, а по какой причине они скончались, а почему вскрытие не делалось, почему вовремя не утилизировалось, в каких условиях хранились эти животные и так далее. Поэтому, то, что приехал Аксенов, флаг вам в руки в прошлом году. Вот, я думаю, ну, это как в ситуации с Запашным, да, Запашный тоже приезжал и фильм снял, Но, когда вопрос коснулся законности, и Запашный выступил одним из главных, основных экспертов в этой области, после этого услугу запретили. Опять же, длительное время Зубков продолжал ее осуществлять, но, как оказалось, в виде экспедитора экскурсии, экскурсии проводил по Тайгану. Так что, хороший знак для нас. Спасибо, Танюха. В очередной раз показала свою реакцию на наши заявления, которые мы будем писать. И еще раз повторю, если нас ответы не будут устраивать, мы их будем писать в вышестоящие организации. То есть, уже в Москву. Второй момент, на котором хочу сказать. Мне всегда вот было непонятно сторона подписчиков, сторонников Алексагиной. Вот, которые, я показал сюжет с кошками, которые в поисках воды от жажды и жары вынуждены пить воду, вот эту вот грязную, заплесневелую воду, с задней стороны восточной сказки. Многие начали писать, а где доказательства, что это в Тайгане. Другие бабули начали говорить, вот одна там написала, мы еще посмеялись, в телеграм-канале, подписывайтесь обязательно на телеграм-канал, в чате там это все обсудили. А моя вот кошка, она с грязной посуды пьет в раковине, когда другую воду не пьет. Вот, люди готовы показывать свое свинство, свою неряшливость, свою никчемную жизнь, приводить в пример, чтобы оправдать Зубкова. И как бы, да, таких людей не очень много, но тем не менее, мне вот этим людям хочется всегда вопрос задать. А вы зачем вообще его защищаете? Вы почему покрываете все преступления, оправдываете вот это жестокое обращение с животными, которое неоднократно было доказано? Нарушение правил безопасности в парке Львов-Тайган, которые были неоднократно судами доказаны. Вот последний суд доказано, что безопасность в парке не соблюдается. Куча предписаний было по этому поводу. Зачем? Почему вы это делаете? Для чего вы готовы сами себя унижать? Ради кого? Ради чего? Зубков, он ничего для людей не сделал. Я это в том плане говорю, что бесплатно Зубков никогда ничего никому не сделает. Вот говоря о помощи, он там для людей, он парк построил для людей. Для людей парк построил Галицкий Сергей Николаевич, вот он построил для людей. Люди приходят туда, там не надо платить деньги, там не надо ничего. Там просто приезжаешь, выходишь на остановки и пошел гулять. Для людей. А там плати деньги. Никаких скидок, никаких акций, никаких... Нет, скидки есть, конечно, но это сезоны, когда людей и так, у него и так, в принципе, проблемы. Я смотрю на видео, вот эти сейчас, которые выкладывают, там людей-то вообще нету в парке практически. Уже практически перестали люди туда ходить. Вот, и... Вам-то что? Вот, защищая вот это все, как ваша совесть себя чувствует? Вам спокойно от этого? Он вам друг, сват, брат, сын. Кто он вам такой, что вы за него так вот рвете свои сморщенные места? Зачем? Ведь рано или поздно он все равно окажется там, где должен быть. И еще раз говорю, всю свою жизнь существование парка Львов-Тайган и зоопарка сказка Зубков только то и делает, чтобы это все не потерять. У него фортануло в жизни. Ему повезло однажды. Он вроде как что-то строится, что-то делает, обязательно это все на камеру показывает. Статую купил, вау, ни хрена себе, горшки купил, блин, красавчик, деревья посадил. Да их садят тысячами. Горшки эти тысячами фурами это все покупается. И что с этого? Люди это даже не показывают, они не считают это каким-то важным достижением. Ты что для людей сделал? Носки, шерсть отвез бабушке, которая нахер не нужна, просто нахер не нужна. Вот вообще хоть даром даже не надо ничего это все. Вот нет необходимости в этом, вообще никакой. Зато избавился от своей шерсти. И он помогает, он делает. Короче, пишите свое мнение в комментариях. Очередной раз позор. Вот уже какой раз я фиксирую позор, Танюха. Позор из позора. Зачем, что ты год держала это видео? Для чего, для каких целей? Сейчас раз выложила его. Удивительно. Многие просили там рассказать, особенно сторонничков Тайгана, ты о себе расскажи. Я сегодня расскажу о себе всю правду. И как я в тюрьме оказался. И где я рос. И все остальное. Поэтому ждите. Ждите видео. Опубликую. Надеюсь, что сегодня успею это сделать. Может быть даже придется пожертвовать тренировкой. Я думаю, что будет очень интересно. И для тех, кто мои сторонники, не мои сторонники. Будет что вам обсудить. Обсосать, обглодать. А всем хорошего настроения. Всех благ. Всем удачи и до встречи.